Сегодня пятница, вечером уже наступает суббота, поэтому вечером земных поклонов не будет, только два или три. Боже, милостив, буди мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Весчиславец и грешил Господи. Прости меня, грешный, помилуй. Достойно есть, а кого истину, блажите Богородицу, пресноблаженную, пренепороченную, Матерь Бога нашей, честнейшую Херувим и славнейшую, воистину Серафим. Без истления Бога, Слово, Рожешу и Сущую, Богородицу, тебя величаем. Слава, Цвистану и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков, ами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причистой Твоей, Матери, силы щаснага, желтворящего креста, святых ангелов наших, хранителей, и всех ради святых. Помилуй, спасти нас, яко благослови, и человека любис. Аминь. Поясных три поклона. Боже, милостью, будь мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня грешного. И помилуй. Это начал называется. Не начало, а начал. Семи поклоны. Три поклона, вот эти, которые делаются, это уже исходные. Они как бы не засчитываются. Ну, перед началом молитвы немного пояснения дать. Когда люди ошибаются, то говорят всегда, есть искренний человек, неупертый. Он, а я не знал. Ну, теперь по-другому все выглядят. А я не знал. Я согласен с этим. Вот священник подходит ко мне, простите, я на вас отговорил. Вот такое дело, я понял, что это совсем не так. Ну, бывает такое. Я говорю, ты не знал. Ну, а ты-то верующий сам-то. Ну, верующий. Верующий, значит. И молишься ты. Ну, священник, ему отвечать-то надо что-то. Молюсь. Ну, и молишься как? Ты молишься слова-то, как говоришь? Или ты определенно представляешь, кому-то ты эти слова говоришь-то? Тормозит стоит. И лежу у него, не проворачивает шестеренки-то в голове. Священник? Протеерей? Ну, к Богу. Ну, к Богу говоришь же, как у тебя интересно. Ты все время обращаешься к этому соседу на работе где-то. Ну, тебе хочется, чтобы обратно-то кто-то сказал тебе слово-то. Так или не так? Делишься впечатлениями? Ну, да. Ну, а почему ты с Богом даже не рассуждаешь на уровне соседа? Гляжу у него, кажется, глаза в разбежку. Он вообще не знает, что такое молитва. Я говорю, ну, ты в алтаре стоишь, ты руки-то поднимаешь? Ну, да. Там по чину положено. Но а зачем ты их поднимаешь-то? Кому поднимаешь-то? Там дальше откроется бездна неверия. И при том, это не у одного священника-то. Ну, раз ты руки поднял, то что, энергетику какую-то ловишь или что? Как поднимать? Прямо ладони вперед так поставить, выше головы поднять руки. Вот плохо, что у нас не подключено, не видно как. Или ниже на уровне. Нигде не написано. Ни в одном уставе. Уставов много, а этого нету. Почему нету? Я думаю, как раз это проверочный пункт, где не по уставу. Делай, как тебе сердце подскажет. Но поднимать руки определенно, говорится. И поднимали руки. Да поднимают, но уже воздымают. Там написано. Руки без гнева и сомнения. Павел говорит, желаю, чтобы на всяком месте мужи поднимали руки. Опять восходяются мужи. А почему вас, женщины, поднимают? Ну, а почему ей не поднимать? А тут написано, может, ну, где запрет-то? А кроме того, мы считаем, что жития святых там сплошь и рядом. Агафья молится и подняла руки. И дальше. Считаем, там эпистемия, она поднимала руки и до утра не опускала. Ну, так это в житиях. Ну, жития ты тоже не знаешь. И Библию не знаешь, и это не знаешь. Но когда ты говорил, что не знаешь, вот говорил плохо, ты говорил. Теперь ты видишь, что это ложь. Ну, да. Нам говорили. Ну, другие говорили. Ну, ладно, другие говорили. Ну, а ты-то зачем говорил? У нас нет икон. Игнатий иконоборец. Ну, какой я иконоборец? Ты к нам теперь пришел, и ты видишь. Ну, я так и думал, что, а может быть, есть. Ну, посмотри, сколько икон. Осветись светло. Потихоньку говорю, а-то по иконам покажи. Ну, ты-то не знал. Но Бог-то знал. Ну, ну, да. Бог знал. Так, а почему он тебе не сказал, что ты лжешь? Вот я теперь тебе и подвожу. Значит, у тебя ответа нет, и связи с Богом нет. Да какой же ты священник после этого-то? Ты во тьме самых других туда ведешь. И, говорится, оба упадут в яму. А теперь ссылаешься на кого-то. Этот толк-то какой-то на кого-то. Показывает собака по воде, или она приученная водить человека. Ну, для слепого. Это большие деньги стоит. Чтобы она могла через дорогу перевезти и прочее. Она ведет, а тут ночью перекопали тротуар и яма. Собака-то идет по краюшку, а у него даже палочки нет с собой-то. И уже один шаг туда падать. Вниз. А там вода под большим напряжением. Показано, искры летят. Он-то ничего не знает этого. Он доверяется собаке. Ну, ты же не собака. Люди-то слепые, а куда ты ведешь, когда перед ними яма? Ты не знаешь. И я, бывает, не знаю. Но воздержись. Не просто так сказать. Вот спросили Олега Стеняева про меня. Он говорит, я знаю, это там такой, как он сказал, продуктивный, успешный, как Андрей обо мне сказал. Ну, точно знает. Но, говорит, с перестройки я уже не встречался, ничего сказать не могу. Ну, вот ответ. Где-то он тоже однажды начал раскол, там это, расколол, а сам был за рубежей церкви. Вот эта вот ложь, лесть, сиюминутная выгода, это все на молитве надо почистить. Если ты знаешь, что ты клеветал, то вполне вероятно, что я узнал про это. А раз я узнал, значит, я на тебя недоволен. И ты узнаешь, что на брата что-то имеет, кто-то положил жертву твою. Ты это знал, знал. Как ты мог молиться-то? Ты знаешь, что сказал неправду, усыпался. Спрашивает священника, там, про Таирея, Смирнова, кого-то, таких спрашивает обо мне. А он псевдо-православный, он не встречался, не знает. На нем тысячи людей повешено. Всех благословляли в Чечню, в Афганистан. Гробы хотели бы, освещал все танки. Куда? А на мне нет этого ничего, нет. Я псевдо-православный, а ты безбожник. На Смирнова ролик стоит, зарядите, самый наглый поп. Я говорю, а Дмитрий, я что, я бояться буду, что ли? И все, лепит и лепит, слова нету, слова и слова Божия нету. Я сказал это, и он сразу, мгновенно изменил отношение ко мне. И он сказал псевдо, это же человек, приближенный к патриарху, ну ты же посмотри внимательно-то на свою жизнь и на мою. Разлепешится на два дивана, все время хлюпают, сидят. В студии сидят и обложатся, и непременно ему пить надо. А где же ад-то, да где гиена, где огонь? Да прям само поведение-то показывает, никакие они неверующие эти попы-то вот такие. Ты не знал, а когда руки поднял, у тебя связь с Богом, Господь тебе сразу положил без всяких доказательств, без сексотов. А непременно Бог бы тебе сказал. Вот поэтому мы становимся на молитву, проверь себя, написано, не скушай Бога, припомни, кого ты обидел, кому должен. И не молись. Пойди, позвони, возьми мобильник, сейчас даже идти не надо. И попроси прощения. Поэтому, батюшки, я говорю, ну ты знал, видел? Да, да, я знал. Ну ты видишь, иконы есть. Ну теперь-то ты у людей попроси прощения, ты людей отвращал. Я говорю, зачем ты это говорил? Ну, чтоб к вам не ходили. Это поп говорит. И ты знал, что у нас епископ есть? Ну это я знал. А говорил, нету, да. И ты говорил, что мы его палками гоним, епископа за деревню? Ну да. А ты откуда сейчас вернулся из тюрьмы? Он сидел, я ему передачки носил. Суртаев Николай. Кытманский район. Оттуда его взяли и посадили. Тогда был еще Масендич здесь, епископ Антоний. Вот такое дело. Я беру только то, что меня непосредственно касалось. А теперь стал ходить к нам молиться. На молитву становясь, подумай, Как это перед Богом будет выглядеть? Не искушай Бога. Не искушай. Почему? А проверь свой путь. Это не потому, что нам занаряжено, утром гимнастику делаем. Каждый поклон вымерен. Каждый шаг в храм идешь, ангел считает. Каждое слово, которое говорим, оно пишется. Оно обретает реальность. Воплощается, как Григорий Низкий говорит. Вот я выставил ночью ролик. Вчера четвертый день канон Андрея Критского считался. Теперь до четверга, как ты не поймешь, в среду четвертым вечером считают. Целиком будет считаться. И называется ролик «Диалог с архиепископом Андреем Критским». Как диалог? Ничего, он живой. Я с ним разговариваю. Как мы молимся-то? Серафим Саровский, моли Бога о нас. Ты еще не веришь, что он живой? И что он слышит? А зачем тогда в церковь ходишь? Я разговариваю с ним. Почему, Владыка, вы не написали про аборты-то здесь? Все собирали там, сколько событий. И все так заумно написали. Даже по-русски ничего не поймешь. Надо на целый год канон растягивать. У нас на русском языке, да еще с благодарением, словословием, и то ничего не понятно. Спрашиваю, ну, знают, где помилуй имя Божие. Почему сердце наше ревностью не горит? Притом слышим все это. Я говорю, почему ни разу вопрос не поставили по крови Божьей Матери? Его даже не отмечают в Греции. Почему не отметить разблокирование Ленинграда? Что наконец-то Сталинград освобожден. Почему о Курской дуге нигде у вас празднования нету? Какого-то там Андрея Юродио видел, он не видел, празднует. В Греции по кровь вообще не отмечают. Это у нас по кровь, по кровь на каждом шагу. Ну, маленько-то, ну, маленько хотя бы, чуточку-то на молитве-то надо представлять себя живым. Я говорю, почему Андрей Критский не написал вот о предательстве? Ну да, и вот он сказал, так вы и скажите. И мы тоже, вот, митрополит Сергий Строгородский, вот он предательскую декларацию написал коммунистам, безбожникам, вашей радости, нашей радости. Почему это вам не включить в канон? Попросите, начните монастырями молиться, Андрей Критский, владыка, дорогой, избери одного хотя бы монаха духовного, одного на всю Россию. И пусть он напишет новый покаянный канон, который понятен будет нам, что мы дослужились до того, что одобряли, и безбожников пришла революция, царя, помазанника потеряли. Это все на библейской основе, библейские мотивы. Возьмите книги Маковейские, Третье Ездры, по порядку. Почему об абортах ни одного слова не сказано? 120 миллионов за перестройку убили, государство на помойку выкинули. У нас мертвое, все. Почему нет связи с Богом? Бог говорит, я звал тебя, ты не отвечал, ты будешь выпиять, и я тебе не отвечу. Это же про нас говорится. Почему люди легко переходят в сектантство? Да потому что Библия в руках у них, а не у нас. А если бы поучили по Библии, да ни одного сектанта бы никто не слушал. Скажут, да что ты, да ты смотри у нас какие каноны, какие акафисты, посмотри какие святые, что они написали. У нас все есть, у вас ничего нету, оттуда народ пошел бы. Так стоят на своем. Свечи, Софрина, закрыть эту всю лавочку. Напишите про эту торговлю-то. Почему нигде Андрей-то не написал ни одного слова про эту? Господь говорит вертеп про сбойников. У нас храмов-то нету, вертепы одни стоят, бандитские. А почему бандитские? Патриарх Алексей Второй говорит, каких бандитов напринимали в церковь? Начинается отсчет, старося схватил сумку с деньгами, при всех убежал. Это церковная хроника. Я показываю номер первый, второй, там 93-й год. Ну все как, какая страница. На молитву мы пришли не просто девать время некуда, а чтобы перед Богом встать, очиститься. Вот в этом я был неправ. Вот думал неправильно. Будет судить намерение написано сердечное. А здесь даже нужды никакой нету. Наворачивать что угодно. И священники знают это. Исповедуют. К исповеди надо готовиться. А как готовиться? Но если ты примерно знаешь. А священник должен спросить. А вы знаете, что Дух Святой пришел на землю? Да. А для чего? Вот и все. И тупик. Так, отойди в сторону. Будем учиться, а потом будем идти на исповедь. Я, говорит, Дух Святой сойдет и будете мне свидетелями. Деяние 1.8. 23 глава Луки говорит. Сидите и ждите обетованного Духа Святого. Итак, Духа Святого, кто не имеет, тот не его. Не его. Это чем угодно может быть. Патриарши, папе, римскому принадлежать коммунистам, КПРФ. Голосуйте за них. Все, папы, агитировали прямо сомвона. В церкви. Потому что там они прилепились, слепились заодно, а теперь их разлепляют. У нас трагедия в православной церкви сегодняшних дней. И ответа никакого нет. Это я вчера сказал. Ну, не все сказал, а хотя бы немного. Нет осознания, что Бог – это личность, которая слышит, которая отвечает. Мы вопием, и ты не отвечаешь. Давид непрерывно это понимал. Враги говорят ему, нет ему спасения в Боге. Вот на меня заходят, когда говорят, все да православные, там, еще раскольники. Это говорят, тебе спасения нет в Боге. Он лжет. Он лжет, спасает Бог. Я ни об одном меритике не могу сказать, что он не спасется. Я скажу, что он не прав, согласно Библии, вот здесь и здесь. Мы встали на молитву. Не на молитву, на нее встали. То есть означает время, отведенное для связи с Богом. Канал открыт. И вот здесь надо себя исследовать. А исследование – значит признание. Правильно ты или неправильно шел. И во свете Библии все это высветится. И вот мы предстали перед Богом сейчас, вслушивайтесь в слова молитвы. Там заложено все. И о чем я говорю, об этом надо молиться. Чтобы ревнителей Бог восставил и написали комон покаянный. Для России специально. Что везде лезли. Везде кровь. Вина. Война. Это все наше. И в конце концов Бог обрежет нить и не будет никакой России. И вот что может быть. У нас друзей-то как говорил Александр Третий. Нет друзей. Только армия и флот наши друзья. Ни армии, ни флота нет. И армия расстреляла, царское семейство и все. Да играли с друзьями. А так у меня друзей нет. Ну и что, что нету. Со мной Христос. Где Христос, там большинство. Вот как надо рассуждать-то. Согласно Слову Божию. Ну а что, разве Андрей Критский не знал это? Я не сужу его и не знаю. Знал он и не знал. Значит, обстановка другая. Надо быть религиозно талантливым. Я эти слова Андрея Кураева высчитал. Талантливым. А что, талант один все равно дан. Ты становишься на молитву? Ну, молитва у нас заученная. Но не заученная есть. Говорит, открывайте свои желания перед Богом. Я открываю. Мне хочется знать, почему предательская декларация митрополита Сергия не осуждена нигде. Вообще не осуждена. Папа Римский поехал к евреям, попросил прощения. Что с Гитлером якшались, попросил прощения. Всенародно, перед всем миром. Патриархия абсолютно беспокаянная организация. Нигде ни в чем не просят прощения. Никогда. Других только давят под себя. А уже некого давить-то. А одно старье осталось. Ты посмотри у свидетелей Югова так называемых. Посмотри, какой контингент. Сравни со своим-то. Вот на меня утром их сколько приходит. Один раз ответишь им по Писанию-то все. Он заглох. А если бы с ним лично встретиться, он мог обратиться в православие. Об этом даже нет. Люди на исповедь приходят. Батюшка спросил бы, ты кому-то проповедовал? Говорил о Христе? Нет. Значит, Дух Святой не подвиг? То Духа Христового не имеет? Ни его. Отойди в сторону. Будем отдельно заниматься. Воглашенные. Повторяю, за сто лет ни разу не было сказано о исповедении. За сто лет. А я повторюсь, за тысячу лет. А почему он сам такой исповедник-то? По одному этому пункту можно уже возродить. Была бы православная церковь. Все. Не исповедовал никому. Того и я не исповедую. Господь говорит, судный день. Ты понимаешь, что ты делал-то? Сидел Акафистый, трес, перетирал, а на исповедь не пошел. Ты посмотри, какая-то так называемая свидетель Егова. Ей 84 года. Инвалид второй группы. Ушли на работу. Она берет внучку за руку и пошла по квартирам. Наткнулась на меня. Вот тут уже пошла другая беседа. А они примером будут на суде Божьем. А почему? Восстанет царь Сосавская на суде Божьем. И она осудит нас. Так она была... Тебе не надо говорить, какая была. Она прошла большое расстояние. Слабая женская натура, златоуст говорит. Какие опасности поджидали ее? А у нас ничего не поджидает. Бери, звони, разговаривай. Молимся. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти мне грешную Яко не коли же благое сотворих пред Тобою Но избави меня от лукавой Да будь ты мне воля Твоя Да неосужденно отверзу уста мои недостойны Восхвалю имя Твое Святое Отца и Сына и Святаго Духа Ныне и пресно и вовеки веков Аминь Царю Небесный утешителю души истинные Иже везде Сын и вся исполняя Сокровища благих и жизни подателю Приди и вселися вны И очистены от всяких скверных И спаси блаже души наша Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный Помилуй нас Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный Помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресно и вовеки веков Аминь Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Сына небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, сила и слава вовеки. Аминь. Уставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню, пьемте сильный. Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, воздвигнуйся Господь умы, просвети и сердце, усними и отверзливая, иже петьте Святая Троица. Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, их кое-гоже деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи, свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна вастав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, кому герой Твоя благость и долготерпение, не прогневался ленивого и грешного раба Твоего, но с человека люпсал Иси обычный, и в нечаяния лежащего воздвигл меня Иси, воежеутрините, словословите, державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайте со словесем Твоим, и разумете заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Те во исповедание сердечным, и воспевайте всесвятое имя Твоя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся Христу Цареве и Богу нашему, приидите, поклонимся и преподем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему. Я скажу немножко слова, вот когда мы молимся, сейчас видят, которые вообще не молятся даже, и те знают, если молишься, запри за собой дверь, чтобы никто не видел. Иначе награда тебе не будет. Ну пусть без награды будет. Нас люди просят показать, какие утренние молитвы, как молятся. Не о своей пользе каждый заботится, почему эти слова не говорят нигде. И далее. Думают награду получить. На улице останавливаются где-то. Они награду думали получить, а мы не о награде думаем о пользе. А польза раскрывает по другому двери, шире нашего сознания. Милостыня должна быть тайной. Левая, правая рука не знают. Миллиардер пожертвовал миллиарды, весь мир знает. Что они пожертвовали на храм Христа Спасителя? Табличку повесили. Все там грабители России записанные. А то ничего. И табличку-то церковь делает? Не, они и сами делают. Ну а как? Да никак. Если ты видишь, люди не спасаются, до спасения их своей жизнью пожертвую. Вот как. Вычеркни меня из книги жизни. Моисей говорит, исход 32-32. Любовь достигает такого совершенства. Если в этом есть польза, ну и что, что награды нет? Я получаю пользу от молитвы. Приобретаю новых друзей. Там не написано, что молитву Бог не будет слышать. Ну а как же? Вот смотрите. В интернете везде стоит, как молятся в храме. Патриарх молится. И что? В храме на весь мир можно показать. В алтаре можно. А дома нельзя. А почему не думаете, что в мой дом есть храм? Первые христиане собирались ежедневно по домам. Это легко понять. Не об этом совсем речь идет. Вот. Внутреннее твое настроение какое? Да какое? Я осуждение знаю. Я не похвалу получу за то, что открыто молимся. Мы стены раздвинули. Дальше. И вот показано, в храме монах стоит. Молится. Показано, как утреннее молитв молится. И ничего. Ну а это монастырь. Ну а чем он отличается? Для связи с Богом-то монастырь это или конура собачья. Разницы нет никакой. Где ты находишься, как Алексей Божий человек? Бог всюду и слышит. Еще какие возражения? Им надо ухватить. Ну смотрите, сколько времени мы объявили. И я все время в объявлении, да и утром молимся-то. А больше-то людей не стало. Три человека и все. Три. А объявил примерно трем стам. Да узнали тысячи, может быть. Ничего нет. Почему? А не в то время. Какое не то время? Ну у вас такое время, у меня такое. Ну так по нашему-то времени это весь Алтайский край. И Красноярск сейчас по нашему времени. Но и оттуда никого нету. Но на час раньше кто встал, мы так до Владивостока дойдем. На час позже. То есть это совсем не ответ. Ответ в другом. Настоящей молитвы нету. Я опять же скажу, я вспоминаю, как было, когда я обратился в 62-м году. А наш корабль на рейде, где стоял, а это на другой стороне канала, где самый город. И оттуда я узнал, когда молятся верующие, собираются, утром, а это километра 3-4 примерно, надо через мост в город войти, в город Венсполс. Я каждое утро бегал туда, чтобы вовремя вернуться к побудке со всеми вместе. Вот как. Почему ревность была? Туда бегом и обратно бегом. Помолился, теперь обратно бегу на корабль. Я знаю, что это такое. Это внутренний огонь любви. Объединение, где двое или трое соберутся во имя его. Собраны будут. Не соберутся, а собраны. По слову Божию. Даже тут-то и тот цитировать не знает как. Слушаем псалтырное чтение на русском языке. Только на русском. Хотя бы одну славу. Это 1,60 часть псалтыри. Свои слова надо туда входить. Как будто ты сам сказал. Псалом 1. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которые приносят плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Второй Псалом. Я помазал царя моего на Сионом, святой горой моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь судьи земли. Служите Господу со страхом, и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на него. Псалом 3. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня. Многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, ищи предо мною. Слава моя, и ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой. Ибо ты поражаешь в планету всех врагов моих. Сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение. Над народом твоим благословение твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь Многомилостивый и всемилостивый Бог мой и Господь Иисус Христос По Своей много любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя Ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром Но более делом, ей многие в щедротах и неизречены в милости Ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то веруй, спаси меня Ибо Ты, Бог мой, Создатель Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой Потому что совершенно не найти дел, оправдывающих меня Но эта вера да будет превыше всего Да ответит за меня, да оправдает меня Да явит причастником славы Твоей вечной И да не похитит меня сатана и не похвалится Слово, что оторг меня от Твоих рук и ограды Ну или хочу, спаси меня, или не хочу Христос, мой Спаситель, поспеши скорее, скорее Погиб я, ибо Ты, Бог мой, чрево матери моей Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же Как возлюбил я когда-то свой тайный грех И чтоб снова потрудиться для Тебя без злени Усердно, как прежде потрудился сатане прельщающему Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа во все дни жизни, ныне и всегда И в веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставленный хранить мою бедную душу И несчастную жизнь, не оставь меня грешного И не отступи от меня за невоздержание мое Не дай возможности злому демону Подчинить меня себе преобладанием этого смертного тела Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою И выведи меня на путь спасения О, Святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни Если я чем согрешил прошедшую ночь Защити меня в настоящий день И сохрани меня от всякого искушения вражеского Чтобы мне не прогнивать Бога никаким грехом И молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем И сделал меня рабом, достойным своей милости Аминь. 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 А Непобедимая и Божественная сила щаснагоженотворящего Креста Господень, не остави нас грешных уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое, победа на сопротивные дары Твое, сохраняя Крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помила от самого духовного родителей Сродника, благодетель Митрополита Иллариона, епископа Иптихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священная Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия и Анна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосиму, Алипия, Андрея, Максима, Владимир, Дьяконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, и пас Твоих весь священнический и иноческий чин. И высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам, да, еще священника, если угодно тебе, смири власти воинства их, наведи страх Твой на них, и через них сотвори благое церкви Твоей, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Ордогена, Амана. И сохрани их от покушений. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И приготовь эту землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступничество от Тебя. Аллилуйя. Слава Тебе, Господи Божий наш, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованное Тобой. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Виктора, Андрея, Игоря, 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 Серафима, Алексея, Иосифа, Адамана. И пошли добрых жителей, знающих тебя, любящих уставы твои. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора, Сергея, Себастьяна, Людмилу, Нину, Алектину и общину расширь. Найди новая душа, всех поводи на благовестие. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Щадоих, Виктора, Валентину, Алексея, Валентину, Надежду, Дмитрия, 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 Александра, 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 Михаила, Нину, Ану, Юрия, Георгия, Людмила и всех, с кем мы познакомились. Кому возвестили Слово истины Твоей. Аллилуйя. Слава Тебе, Господи. За тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил, разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить таланты, дарованное Тобою. Из-за всего почини на добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас от всякого рода зла. Мы так нуждаемся в этом, Господи Божий наш. Возри на врагов, разруши их замыслы безумные. И судный день, не помяни их лжи. Ибо не знают, что худо творят. Благослови благодетелей Елену, Евгению, Евгению, Наталью, Максиму, Владимирову. Болящим помоги все перенести. И дай им здравия. Сергея, Алексея, Алексея, Александру, Александру, Анну, Анну, Афаину. Игоря, Тамару, Акелину, Александру, Младенцу. Валентину, 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 Марию. Ты всех и знаешь, Господи. Благодарю Тебя за здоровье и за болезни. За друзей и за врагов. За все, что Ты допускаешь. Ибо все в свое время окажется благом. Хвала Тебя, наш Господь. Слава Тебе, милосердие. Сохрани наше сокровище, сайт и форум. Все, что есть для пользы людей. И трудящихся Игоря Юрия, Дмитрия Викторовича Гаврилову. Благослови Сергея Василия. Всех помогающих распространению Слова Твоего. Аллилуйя. И от пьянства избавив Павла, Михаила, Андрея, Владимир, Александра, Игоря. Путешествующих Раиса Льва. Отступников Николая и Михаила найди. И всех и знаешь, Господи. Все наше родство найди. Благодарю Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братья наши. Родителей, сродников и всех православных христиан. Ибо нет человека, который живя на земле не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное. И сотворим вечную память. Вечный покой. Аллилуйя. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебя, наш Бог Егова, Абвовочи. Свят, свят, свят Господь Саваух. Вся земля полна. Слава Его. Аллилуйя. Слава Вышне Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Аллилуйя. Благодарю за день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Ангел Христов, Хранитель мой Святой, моли Бога о мне грешнем. Сохрани наше сокровище книги здесь и в пути. Добрый мой ангел, не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. Проведи душу мою по мытарствам и веди ее на веки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ян, Креститель, претеща Христова, моли Бога о нас. Мужчина, житель бедности, Господи. Имея пропитание, одежда быть благочестивым и довольным. Никому не завидовать и не роптать. И каждому дару жилье Сергею Гаврилу. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мерликийский чудотворец. Образ кротости и воздержания. Добрый архипастырь, моли Бога о нас. Святые пророки, молите Бога о нас. Заисполнен Господь духом пророческим церковь свою. День прихода Твоего нашего отшествия не заставлено с неготовыми. Но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Молите Бога о нас. Святые ангелы, архангелы, хюрвимы, серафимы, сенебесные силы, престолы Божьего и предстоящие. Святые апостолы, Петр и Павел, ангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Молите Бога о нас. Святые мученики и мученицы. Святые отцы. Посей да великий Георгий, Богослов Иоанн Златавус. Молите Бога о нас. Святые жены и девы. Фекла первомученица, Патина, Самарянина, Хеврония, вера, надежда, любой, Матер Софии, Наталья и Адриан. Да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливости. И сохрани их от всяческого поругания и исправь непокоривость Галины, семейства ее Евгения, надежды, 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 Светланы, Марии, Раиса, Лариса, Марина, Юлия и Елины, Людмила, Галины и Анны. И прими нашу молитву, и воздяни рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас, во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам, молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Говори, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Говори, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Так, быстро вставь тут. Сейчас мы будем...